Девушки отдыхают Десарист Эйф Пи Бэкстер поспешил принести свои извинения за столь долгую задержку и пообещал непременно прогуляться по нашему городу. Я думаю, что у нас будет возможность найти немного времени, чтобы прогуляться по городу, познакомиться с его достопримечательностями, например, после завтрака. Широкую известность немецкая группа получила в конце 90-х. Песню How Much Is The Fish тогда напевала вся Россия. Концерт, который пройдет в Нижнем Новгороде, будет включать в себя все главные хиты группы, а также совершенно новые песни. И участники коллектива признаются, что очень рады такому масштабному турне и возможности посетить разные точки нашей огромной страны. Это дает возможность всегда узнавать что-то новое, проникнуть в историю каждого города и совершенствовать свои познания в русском языке. Это отличная возможность понять историю страны, увидеть ее изнутри, получить новые эмоции и впечатления. И когда у нас находятся лишние минутки, мы всегда стараемся поближе познакомиться с каждым городом. По словам музыкантов, в России их всегда тепло встречают, дарят различные сувениры и подарки. А некоторые поклонники группы в рамках турне путешествуют след за коллективом по всем уголкам страны. Единственная трудность, как отмечают музыканты, это мало времени на сон, но такие турне – это в основном приятные хлопоты и веселье. Путешествовать по миру с Майком и HP – это всегда настоящее сумасшествие, это само по себе какое-то курьез и веселье. Например, когда мы ехали в поезде в одном из городов России, мы веселились всю ночь, устроили вечеринку, вообще не спали, это было что-то безумное. Также участники группы не могли не сказать о красоте русских девушек, подметив, что порой им даже трудно сконцентрироваться на чем-то другом, когда вокруг столько красавиц. Но, к сожалению, у музыкантов очень мало времени для общения и знакомств, да и словарный запас пока немного подводит. Юлия Рябова, Владислав Буков и Алексей Соколов, Служба новостей «Город».